Привет! Давай посмотрим вместе на картах с уверенностью, любит ли он тебя, наблюдает за тобой, что он вообще от тебя хочет и почему он так поступил. И когда вы все-таки будете с ним вместе, с ним рядом. Давай спросим вместе у золотых карт Тару. Поехали! Будем с вами смотреть. Сначала смотрим по ясновидению. Первое, да, вот чем отличается мой канал от других каналов. Я ясновидящий, я все знаю, я все вижу. И когда на сеанс вы приходите ко мне, либо записываетесь, либо мы по видеозвонку общаемся, первое, с чего я начинаю, это рассказывать про ваше прошлое. Либо про его прошлое, либо про ваших детей, неважно. Все сделаю так, чтобы вы поверили. Вот это называется дар. Далее, конечно же, если там выбираете карты, вы смотрите и все увидите на картах. Так, ну давай вот с этого вопроса и начнем. Наблюдает ли он за тобой? У нас волшебное золотое Таро. Наблюдает ли он за тобой? Смотрим вместе. Так, Паш, монет, то есть это молодость. Тут же выпадает карта мужчины, да, то есть, вот видите, как колода начинает с первого же раза, начинает тут же уже разговаривать. То есть она показывает, о ком сейчас пойдет речь. Это у нас мужчина. Не малолетка, но в самом соку, в расцвете. Видишь, подъем. Монету поднимает вверх. То есть он с уверенностью идет в будущее. Монета у нас устремляется в какую сторону, да, я вас учил уже, кто у меня обучается. В будущее. Но мы смотрим, что нога-то его куда-то пошла в прошлое, да, вот видно, какая-то левая, правая, правая, да, нога называется? Вот, она пошла куда-то назад. Эй, мальчик, вот поэтому вы не можете с ним встретиться. Вот поэтому голова смотрит вперед, на ножка идет назад. Как вот говорят, да, девочки? Ну-ка, напишите эту поговорку. Два шага вперед что-то, один шаг назад, да, или наоборот, что-то такое. Напишите, как правильно называется эта поговорка, говорится вернее. Вот, то есть наблюдает ли он за тобой, смотрит он? Конечно же наблюдает. Вот по этой карте, вот прям как неус... Вот из этой вот колоды, мне кажется, это самая крутая карта, которая объясняет, что он действительно за тобой наблюдает. Посмотри, он в руки взял этого колобка, монета, и смотрит глаза в глаза. То есть подглядывает, подглядывает, улыбаясь за тобой. Отвечаю я здесь только, пожалуйста, за донатики, как пришлете донатики, вы мне прям тик-тик-тик постучите. Все остальное, конечно же, я разговариваю с картами. Наблюдает он за тобой, улыбается тебе. Давай смотреть дальше. Ну вот, смотри, все правильно. Наблюдает, наблюдает, но нога одна у нас куда-то уходит в другую сторону. Короче, не идут ноги ему к тебе. Вот по четверке кубков, это как раз здесь и говорится. Вот сидит, руки в брюки, делать ничего не хочет. Почему это происходит? И достаточно давно. Почему он тебя не может найти? Дровосек он. Другое слово сейчас еще прошло. Мальчик по бегушках, богатый мужчина. Вот почему он так себя ведет? Я думаю, что этот вопрос мы будем разбирать уже в следующей карте. Итак, задаем колоде вопрос. Почему он так себя ведет? Очень сильная карта, очень сильное значение здесь. Это у нас девятка Пентакли. Потому что не может смириться, что ты на самом деле действительно его девушка, его любовь. Он это не может смириться. Потому что где-то тебя обижал, а теперь придется извиняться, да? То есть где-то признавать свои ошибки. А мы знаем, мужчины у нас не очень-то любят признавать ошибки. Вот, вот в чем дело. Понимаешь? Ты действительно достойна богатства, достойна любви, роскоши. Птица счастья на твоей руке уже присела. Сидит и ждет, 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 ждет. Что на сегодня он думает о тебе? На сегодняшний день, сейчас я эту карту показываю. Колода новая, еще волшебная. Заказывайте личные расклады на этой колоде. Золотой второй, именно на золотой второй я гадаю. Так, что он думает о тебе сегодня? Ну и сразу же здесь у нас идет закон, сила. То есть он знает, что ты властная. Он знает, что ты действительно девочка-слово, женщина-слово. Он знает, что ты в жизни всего добиваешься сама. И его, как ни странно, он знает, что и его ты скоро добьешься. Вот так вот бывает, понимаешь? И потом, не удивляйся, почему ты пришла на мой голос сюда. Не удивляйся. Подсказка уже была, чуть выше. Полоса черная сменится на полосу белую. Это про жизнь я тебе говорю. А почему? Потому что он реально о тебе думает. Давай с моего второй карты посмотрим. Что он думает о тебе? О, у него уходит... Где-то мы это уже говорили, да? У него уходит удача денег. Вот когда тебя рядом нет, у него уходит удача денег. Вот уходит. Вы знаете это? Слышали, да? Женщины действительно могут притягивать волшебным образом денежки. И все войны, на самом деле, начинались и заканчиваются. Это тоже из-за девочек. Вот. Рано или поздно он будет тебе возвращаться. Напиши, пожалуйста. А ты его будешь ждать? Итак, пока ты пишешь вопрос, комментарий, ответ. Будешь ли ты его ждать? Я посмотрю на картах, что он скажет тебе при встрече. Смотрим мы вместе. Так, раз. Два. Мы будем на трех смотреть картах. О, что тут все женщины. Ой, 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 ой. Сейчас буду все рассказывать. Итак, что он тебе скажет при встрече? Но, пожалуйста, перед этим напиши в комментариях. А ты вообще готова его принимать? Итак, слушай внимательно, что он скажет тебе при встрече. Не забудь поставить пальчик вверх, а то вдруг не сбудется. Потом не говори, что не предупреждал. По восьмерке мечей мы видим, что ты на сегодняшний день уже сделала все, что могла. Ты сделала максимально то, что даже вообще тебе не под силу было, но ты это сделала. Восьмерка мечей. У тебя нет даже другого варианта, как просто теперь молча ждать. Молча ожидать, да? Либо он тебя заблокировал, либо до сих пор не появился в твоей жизни, не вышел с тобой на связь. Но ты максимально была готова к этой встрече. Мы смотрим вторую карту. Здесь у нас императрица наша любимая. Мы, кстати, нарисовали уже на нашем новом таро, который мы сами рисуем. Каждый день по две карты у нас пока получается. И вот мы начинали вот с этой императрицы. Тоже у нас там на светловолосы. Так вот, продолжай. Стабильность в твою жизнь придет в ближайшее время. Вот цифра три. Это ближайшие три месяца. Три недели, три часа. Да, да, да. Потому что здесь она сидит, она в троне. А под троном сердечко. Сердечко, которое так манит, так притягивает. Посмотри вокруг сколько леса. Это кислород, это лето, это притяжение, комфорта. Потому что мужчина придет только если императрица действительно вся в теплых энергиях. Ни в коем случае не королева с мечом. Нет, нет, нет. А в теплых энергиях. Да, есть классические цвета. Черные и белые. Это классика. Но мужчинам, поверьте мне, нравится. Приглушенные, стильные, пастельные. Даже красная яркая помада, это тоже сюда подходит. Соблазняйте, не забывайте. А кого будете соблазнять-то? Его мысли только о тебе. Потому что король выпал любви. И у него здесь такой на шее. Напишите, как правильно называется, который на шею вешается. Цепочка или как? Амулет? Напишите. Я почитаю. Так вот. Он... Тут у нас подвеска. Вот подвеска, наверное, называется. Здесь у нас рыбка. Амулет. Рыбка. А в руках у него, у этого короля, кубок. Кубок это любовь. Вот сегодня тоже на картах мы рисовали туз кубков. Тоже там такой хрустальный был у нас. Здесь у нас какой-то такой... Ну, не хрустальный здесь. Просто золотой. Так вот, рыбка исполняет три желания. А здесь у нас карта была трех желаний. Вот я тебе говорю, ближайшие месяца. Вот прям восьмерка. Сейчас покажу. Вот тут восьмерка мечей. То есть до августа, да? Или там плюс 8 прибавляйте сами. Это все произойдет. Вот я тебя, конечно же, сердечно с этим и поздравляю. Не забывай, конечно же, отблагодарить карты. Не забывай мой голос поблагодарить. И обязательно зажги свечу. Пригодится. Ну, пока на этом все.